Вчера мы все стали свидетелями того, как работает монокоалиция, и это предмет отдельного обсуждения, но многие внимательно следили за очень важным индикатором – должностью министра внутренних дел. При том напоре, с которым подавалась идея новых лиц, именно эта должность подлежала ротации в первую очередь. Если отбросить всю возможную конспирологию и воспользоваться логикой, то нельзя не заметить, что сразу после бегства Януковича и формирования временного правительства, эту должность занял один человек. А позже, когда уже новая ВР сформировала коалиционное правительство, произошла существенная ротация Кабмина. Еще одна ротация произошла после отставки премьера Яценюка, и вот вчера произошла третья ротация правительства. Некоторые министерские должности занимало 4, 5, а иногда и 6 разных людей. И только МВД возглавляет все тот же самый человек. Мы не станем рассуждать на тему, хорошо это или плохо, поскольку смысла в этом ноль. Другое дело, что именно он как раз и является самым старым лицом, которое новая власть просто обязана была сменить, согласно собственным, заявленным еще на стадии предвыборной кампании, принципам. Но нет, мы видим удивительное долголетие этого персонажа, что вызывает удивление и желание найти объяснение этому феномену. В редакцию пришел текст размышления на эту тему, и как мы это иногда делаем, самые интересные комментарии или письма мы выносим на обозрение коллег. В данном случае мы сами выберем ему псевдоним, коллега знает почему, и немного изменим некоторые географические названия. Все остальное как есть. Итак, цитата одного из коллег при обсуждении очередной темы на линии обороны. Должность – это премия Авакову за правильно посчитанные голоса и вовремя доставленные оригиналы протоколов. Человек заработал. Завидуйте молча. Сразу после второго тура выборов, результаты которого меня, мягко говоря, ошеломили, почему-то вообще не обсуждалась тема фальсификаций. Да и Порошенко как-то сразу согласился со своим поражением, так что данная тема сразу прокисла. Тем не менее, в душе затаилось некоторое хамство. Я ведь прекрасно знаю, как считали раньше и уверен, что считают и сейчас в Донецкой области. Наверное, уже набил оскомину своими комментариями по этому поводу. Речь идет не о единицах процентов, как, видимо, полагают во всем мире. Например, в 99-м году, когда Кучма шел на второй срок, в Донецкой области он набрал меньше 5% голосов, а нарисовали ему 37%. Что при фантастической, тоже нарисованной явке, более 80% позволило ему выйти во второй тур. На самом деле он должен был оказаться не на первом месте в первом туре, а на третьем. Источник информации тогдашний, начальник отдела Т, курировавшего выборы управления СБУ в Донецкой области, полковник Бойченко В.Н. Подобных фактов и фактиков множество. Думаю, что в Луганской области, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, да и ряде других ситуация мало отличалась от описанной. А с учетом того, что к организации выборов привлекаются в основном те же люди, что и раньше, рассчитывать на заметные изменения в сторону правдивости не приходится. Но это то, о чем могу сейчас судить по аналогии, что к делу не пришьешь. А сейчас о сути того, что заметил. В этом году мы с женой запланировали свой приезд в Украину к младшей дочери специально под президентские выборы. Как и положено, заранее сходили в Майамский горсовет, это Флоридская область. Написали заявление для получения возможности голосовать. Вы, наверное, помните, что я и моя семья покинули в 14-м Донецк из-за Мордорской оккупации. Все рутинно. Нам сказали, что удостоверения будут готовы на следующий день, никаких проблем. Но, как бывает в увлекательной литературе, вмешался случай. Наша дочь имеет полуторагодовалого малыша, муж сейчас по зазону и досяжности. И для того, чтобы она также получила разрешение голосовать, написала заявление лично. Нам нужно побыть с крошкой на время ее похода в горсовет. Она пошла на следующий день, забрала удостоверение родителей, наши, и получила свое. Я обратил внимание на регистрационные номера, они отличались незначительно, не более чем на десяток. Так, в принципе, и должно быть. Второй тур. Мы с женой идем в горсовет писать новые заявления, как предусмотрено инструкцией. Дело было в пятницу. В горсовете заявление взяли, но сказали, что им пока не пришло указание на выдачу удостоверений. Поэтому предложили прийти не на следующий день, а в понедельник. Понятно, ждем понедельника. И повторяем уже пройденную ранее процедуру. Дочка идет в горсовет в понедельник, пишет заявление, получает свое и наше. Все в порядке, будем голосовать. Я беру удостоверение, по привычке смотрю на регистрационные номера и... Наши с женой удостоверения, как и положено, имеют соседние номера регистрации, а номер регистрации удостоверения дочери отличается более чем на 70 тысяч. Понятно, в большую сторону. Но в Майами жителей всего насчитывается 40 с небольшим тысяч. Во всем Майамском районе проживает менее 80 тысяч человек. Понятно, что избирателей значительно меньше. Да и специальные удостоверения выдают только тем, кто голосует не по месту жительства. Но Майами – курортный город. А это, как говорил Глеб Жеглов, клан Дайк Эль Дорадо. Можно только представить, сколько наберется дополнительных голосов. Вот такой фактик. Если он не интересен, вы уж извините, что отвлек из-за чепухи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова